Девочка-пай Девочка-пай Девочки-пай Девочки-пай Здравствуйте, я Ксения Собчак. Это телепроект Дом-2, где одинокие сердца ищут друг друга. Последнее время наши участники взяли странную моду. Любят одних, а живут почему-то с другими. Руслан не стесняясь говорит, что любит Наташу Кривозуб. Ну а в домик вселился с Мариной. Подобные же треугольники строят Рустам, Алена и многие другие. Такой подход хорош для тех, для кого любить, значит пользоваться. Но как бы тем, кто в этих сделках выполняет роль разменной монеты. Наступил 1105 день нашей телестройки. Вчера Степа и Юля ездили на свидание, на котором Степа расставил все точки над И, объяснив Юле, что кроме дружбы между ними ничего быть не может. Руслан Проскоров после фактических отношений с Мариной Шенгиной продолжает испытывать страсть к Наташе Кривозуб. Да и сама Наташа, похоже, уже не против его ухаживаний. Хотя с ее стороны были намеки и на симпатию к Степану Менчикову. Новенький Гена приехал на проект к Виктории Карасевой. Но поговорив с Димой, решил не разрушать их пару и переключил свое внимание на розу. Что ты думаешь, Ген, по поводу мужского голосования? Мужского голосования? Абсолютно мне все равно. Все равно, да, я вот хотел тебе, потому что ты мне симпатичен, реально. Я хотела тебе предложить, может, попробуем завтра заселиться из иммунитета в домик. Ты со мной? Чтобы тебя не выгнали, да. Я не боюсь, что меня выгнали. А чувства, 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 нужны чувства. Но мне к тебе симпатия. Это с данного момента у тебя или... Послушай, мы заселяемся в домик, я еще раз тебе говорю, из-за иммунитета. Я не говорю, что мы там спать будем на второй или на первый день. Мы заселяемся из иммунитета, он будет за нами числиться. Мы также будем дальше друг друга узнавать. Да? Конечно. Это только чисто из иммунитета. Чисто, чтобы не было у него кого желания тебя выгнать. Хорошо, давай мы вечером в Ломном месте. Я сам подниму этот разговор и сам скажу. Сегодня не надо. Надо говорить завтра прямо на Ломном. Сегодня не трогай, да. Сегодня не трогай, потому что в старом доме там могут прийтись. Мне будут заселять. Нужно прямо завтра на Ломном это скажем. Кто не будет заселять меня? Кто меня не будет заселять? Гена, тебя девушка попросила. Сегодня этот опрос не поднимать. Ты можешь делать мне одолжение? Одолжение? Нет, я могу. Ты меня попросила. Спасибо большое. Очень приятно. Все-таки какая-то грустная вчера была. Когда? Вечером. Я собирала вещи, все выкидывала. Я вообще столько вещей выкидываю. И у меня такие мешки, сейчас я не знаю, куда все это делать. Такая же фигня. Тоже все повыкидывала. Все. Чем переезды и хороши. Очень много тоже насобирала. Я еще даже ничего не устилала. У меня вчера Степа украл кровать. Кто-то украл мои подушки. Я вообще непонятно, где сплю. Ну, забрал, подошел, украл мою кровать. Я такая, я подошла к ним и говорю, Степа, верни кровать. Он такой, ба-ба-ба-ба-пи-пи-пи. Степа наматерился там на всю комнату. Я думаю, ах, хрен с тобой. В смысле? Так это же новое место было. Он взял с твоего ворота и забрал кровать, да? Мне не жалко. Мне вообще ничего не жалко. Ты видишь, в каком состоянии у меня все вещи вот так вот. Я мешками сейчас все выкидываю. Франдец. Надоело. Все надоело. Дорогие друзья, мы все вместе с графом Дракулой, пока отсутствует Ксения Бородина, идем куда? Правильно. Идем куда? А-а-а-а! О, не, Настя, Ромка, ты что-то на стройку пойдет? Здравствуйте. Кошмар. Музыц какой-то. Так, я... Сегодня мы все пойдем... Куда порытло? Где сережки заберу? Верни... Как я тебя добрый? Вернись, мой друг... Кошмар, блин... Давай быстрей. Что, ты скоро уже? Да, я уже готов. все вдыхай глубже одно дело зацепиться за проект и пришла тебе не жена другое дело оскорбление почти мало а чтобы выгнать а 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 дорогие мои выстраивайтесь в одну линию сегодня мы с вами будем делать мне трон вот здесь таким образом вы отправляетесь за ворота там есть башня из кирпичей разбирайте приносите кирпичи здесь и собирайте трон мне прямо здесь ты остаешься со мной и со мной еще остается Дима вы будьте мои помощники те остальные женщины отправляются делать кирпичи а Сергей Павлович кирпичи кирпичи друзья вот такая малина зуб и квадро зуб не определили в своих симпатиях мы будем делать следующую штуку сейчас пока они будут сыграть нам трон мы берем скотч вот он обратите внимание скручиваем квадро зуб скручиваем марины руки ноги оголяем их пятки с удовольствием, где мы зуб и будем их пытать Миша, кто тебе вот этот ребят несимпатичен ну кроме новенького там кроме новенького вот не симпатичен габозов меня всегда был нез ăх это тоже самое сейчас мне не симпатичен новенький вот реально я adds не симпатичен Это не то, что он новенький, он не симпатичен. А он не симпатичен, но человек, который, я сплю, утром подходит, меня начинает будить. Меня напрягает то, что человек спит. Человек делает лучше себе, не думая об окружающих. Он считает, что я встал, должны все встать. Да. Понимаешь, меня он напрягает больше всего. Потому что ему скучно, и он так и говорит, просыпайтесь, мне скучно. Понимаешь, я же не трогаю его, не бужу его, не делаю его, никак к нему не лезу, понимаешь. То есть этот человек для меня как бы неприемлем. Даже сейчас больше, чем Гобозов. Понимаешь, вот на самом деле, потому что Гобозов живет в другом домике. Ну да, его хоть не видно, не слышно. И он меня вообще никак не трогает, понимаешь. То есть сейчас у меня Гена, он на первом месте, понимаешь. По этому самому. Я голосую против Гены, однозначно. Ну что ж, дорогая моя. Объясни, грамотно, за что. Я терпеть больше ложь не могу. Объясняй и рассказывай мне, когда ты определишься, кто же тебе больше нужен, Степан и Рассел. Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас Наталья у нас... Жидкость для розжига древесного угля дровов... Жидкость для розжига древесного угля льется на ноги. Горитова! Горитова! Так же... Горитова! 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 Не хочу! Надо, надо, надо! Так, вы покажите ее личико мне. Вышла. Внимание! Поднимите, пожалуйста, ее. Не хочу. Посадите, ножки выключите. Держи так, держи. Держи сзади, сзади держи. Вот так. Фу, как воняет. А теперь внимание! Она добровольно хочет, чтобы выглядел. Где Ай, где Ай? Не дай. Все очень просто. Ура! Степа, ваша мать! Ура! Ну что ж, дорогие друзья, как никогда плодотворно прошла наша стройка. Я очень рад, что вы здесь собрались. Всем спасибо. Мишаня, хочу поговорить с тобой о твоих отношениях с Аленой. Угу. Вы вот все время говорите, у нас только дружба, улыбочки, хихоньки, хахоньки. Угу. Но ведь так же не может постоянно продолжаться, Миша. Мне кажется, что надо определяться. И пока ты не проявишь инициативу, Алене-то это очень удобно. И ты, и Рустам со всеми хихихихаха. Угу. Дело в том, что, понимаешь, любви, такой вот настоящей любви у меня с Аленой нет. Ну и не будет, я думала. Да, я тоже думаю, и не будет. Возможно, вообще... Нет, ну ваши такие отношения, партнерские, дружеские и так далее. Но все равно, знаешь, когда даже нет любви, люди живут там, им нравится быть друг с другом. А у вас все-таки это вот на уровне, как ты ее подружка. Понимаешь, потому что я вижу со стороны. Да, мы вот сейчас подумываем уже въехать в домик. Угу. Это подумываем или ты подумываешь? Нет, я ей предлагаю, она как бы не отказывается. Мы хотим въехать в домик, просто она почему-то боится, то есть туда въезжать. Боится как? Что с Рустамом меньше придется общаться? Или вы втроем будете жить? Нет, мы жить втроем точно не будем. А как ты думаешь, чего она боится? Почему она не хочет вселяться? Чего она боится? Ну, она боится вот каких-то отношений сверх того, что у нас сейчас есть. А я ей просто говорю, что я хочу в домик въехать не ради чего-то там, а ради просто комфорта. Там опять же это, понимаешь, уже уют там, да. Ну, а это нормально девушке говорить, что я хочу в домик въехать не из-за того, что ты мне так нравишься, а из-за комфорта. Нет, ну я же хочу с ней въехать, не с кем-то, да, то есть никого тут взять из-за... Ну, основная, ты сам сейчас только что сказал мотивация, это не быть соленой, а быть в комфорте. Быть в комфорте, но соленой же. Правильно? Ну, не знаю, мне непонятно просто смысл делать вид, что это отношения, если это отношения только дружеские. Так у нас, почему у нас отношения? Как у нас? У нас отношения, ну, они не просто дружеские. У нас близкие, дружеские отношения, когда мы дарим друг другу массу эмоций положительных, понимаешь? А тебе не кажется, что она тебя просто пока использует, пока не появился более яркий, более такой интересный человек? Использует в чем? Просто, чтобы ей не было скучно. Да какая-то тоже с ней ради того, чтобы мне не было скучно, понимаешь? То есть вы используете друг друга? Ну, если ты это называешь использовать, ну, я не считаю это использовать. Нам, понимаешь, нам вместе очень приятно находиться, понимаешь? То есть я со своей стороны не чувствую это как использованием. Мне с ней комфортнее всего, понимаешь? Вот и все. Любви у меня к ней нет. Потому что любовь так быстро не вспыхивает, понимаешь? Мы с ней проводим время, нам клево. И что из этого выйдет, я пока не знаю, то есть... Ну... Ну, не думаю, что из этого выйдет какая-то большая любовь. Ребята, пока! Правда, по-моему, первый день, да, такой дивный? Да, вообще здорово. Заладился который. Интересно, в этой речке можно летом будет купаться или нет? А я тебе сейчас скажу. Розочка, хотелось бы поговорить с тобой о твоей сестре. Угу. Вот смотри, что получается. Марина сама бросила Рустама. Потом от нее ушел Руслан. И теперь она, в принципе, осталась... Не от нее ушел Руслан, она сама бросила Руслана. Это разные вещи. Ну, нет, я бы так не сказала. А он все время говорил, что у них ничего не получится, что ему нравится Кривозуб, это уж давай... Ксюша. Он начал это говорить, после того, как Марина сказала, что ее от него воротит, после этого он на нем сыграл, сыграла мужская гордость. И он начал говорить о Наташе Кривозубе. Потому что изначально... Ну, Руслан не тот человек, в котором может сыграть мужская гордость, потому что Наташа Кривозуба много раз говорила, что ее от него воротит. И, тем не менее, он не унывал. Мне кажется... Ну, слушай, я всегда знаю чуть-чуть больше, чем вы. потому что я с Русланом говорила. Я понимаю, что у него никогда каких-то таких вот чувств, как к Наташе, к твоей сестре, не было. Слушай, Рассел хочет тебя пригласить. Извини, что я, может быть, я забегаю вперед. Он куда-то хочет тебя пригласить на день рождения, уехать прямо. Ну, я знаю, но если это будет с ночевкой, я не поеду. А это с ночевкой? Это на два или на три дня? Нет, тогда я не поеду, потому что мы пойдем здесь в лес погуляем, пообщаемся, поговорим. Ну, ты говорила так же, когда вы в Челны уезжали, что ты не поедешь, и поехала. Ну, понимаешь как, смотри, у нас же там не было ночевки. Мы работали там. Ты переживаешь за ночевку? Ты переживаешь? Из-за чего? Ну, потому что я не хочу лишний разговор. Мне это не надо. А, ты не хочешь вот этого? То есть уехали, через два дня приехали, и что-то... Было, что-то не было. Пока не хочу тебе такого. Хорошо. Ну, тебе нормально, да? Ну, да, слушай, мы реально очень хорошо с ним дружим, мы отлично общаемся, мы перезваниваемся, мы переписываемся, у нас прекрасное общение, мы здороваемся, прощаемся, разговариваем, общаемся, все нормально. То есть он перестал тебя донимать? Вон, я ему сказала, говорю, Руслан, ты реально изменился, ты стал лучше, ты стал более галантным, ты стал думать, какие действия вообще ко мне можно, какие не нужно. Человек реально стал просто думать головой больше. А тебе не кажется, что Марина просто выполняет роль такой разменной монетки среди китов нашего проекта? Абсолютно нет, потому что, что касается Рустама, вот тут я не могу ничего сказать, правда она ему симпатична, или он играет, что касается Рустама, я не вижу. Что касается Рассела, тут так я могу сказать по-другому, скорее мы его кинули, чем он нас, это на 200% точно, потому что, если бы я не сказала, что я от него ухожу, он бы сейчас до сих пор бегал, бегал и прыгал, и мы бы заселились с ним в домик, и он бы жил припеваючи. Ушла я, так же бросила его Марина. Ну, а что дальше? Вот за тобой сейчас ухаживает Гена, а вот Марина одна, получается. Марина не одна, Марина с Рустамом. Ну, я же вижу эту симпатию. Рустам с Мариной или нет? Ну, вот именно, что они теоретически-то не вместе, а практически вместе. Я вижу симпатию со стороны Рустама к Марине, вижу симпатию со стороны Марины к Рустаму. То, что она говорит, это разные вещи, то, что она делает, совсем другое. Я вижу в их глазах реальную симпатию. Я, честно говоря, не ожидала от Рустама, что ему реально нравится моя сестра. Смотри, ты вот сейчас себя скомпрометировал. Ой, ладно. Я себя не могу скомпрометировать. То есть могу, конечно, но только... Ну, чем я себя скомпрометировала? Ну, хорошо, ну... А тем, что ты была наедине с другим парнем? Или вообще с парнем? Тут вопрос доверия, понимаешь? Мне же не важно, что думают там все. Не важно, что думают... Потому что будут считать, что было, даже если ничего не было. Мне все равно, что они думают. Не важно, что думает Сэм. А Сэм, если я ему скажу, Сэмик, вот мы разговаривали, вот на ту и на ту тему. Он мне поверит. И мне важно, что он думает. А все остальное, мне все равно. Как хочу, так и знаю. Вот хочу, так же. Хочу пойти гулять, иду гулять. Настя, а что, я тебе совсем не нравлюсь? Да мне нравишься, как человек. И все. Да и я тебе не нравлюсь. Я бы представляю другую совершенно девушку рядом с тобой. Вот кривозубь, мне кажется, тебе бы подошла. Почему? Потому что она дура? Нет, потому что она маленькая. Какая? Маленькая. И что? Ну, ты можешь ее учить всему. Она будет прислушиваться к тебе, будет тебя почитать и лелеять. А ты нет? Ну, а я буду спорить все равно. Так и ради бога. У меня, короче, вот с таким характером с Наташей, вообще, много знакомых девочек. Нам? Ну, там взрослее, правда, все там по 25. А с таким как у нас? Вот мне всегда так говорят, что вот такой характер, но обычно... Ну, у тебя, потому что, я хотел сказать, очень ходовой. Нет, не ходовой. У тебя просто, ну, просто, ну, очень такой распространенный реально характер. Вот такой, как у тебя, Наташа. Ну, не знаю, у меня тоже есть много девчонок знакомых вот с таким характером у тебя. Откуда вы знаете, какой у меня характер? Да, ну, вместе с ним. Мы просто тремся друг об друга. Что ты хочешь от меня? Ты хочешь с конкретного ответа? Хочу узнать. Да? Готов ли ты поменять потенциальную любовницу Марину на реальную подругу Алену? Я знаю ответ. Я не хочу сейчас его узнать. Я-то его тоже знаю. Да, Алена важнее всех. Сегодня произошел пожар, но он успешно был потушен. Но мои чувства к Розе невозможно потушить. Они все более развиваются. Встречаем, Ксения Собчак. Геннадий, ну, что за наглая ложь? Чувства его более развиваться, а не стали к Розе еще, понимаете? Мы только сегодня обсуждали. Вы, конечно, профессиональнейший конъюнктурщик. Вот это че почем, кто куда, быстро все поняли. Поняли, что две сестрички у нас – это главные разменные монеты проекта. То есть там раз поменял на ту, эту сюда. Подожди, да, я скажу. Эту с этой расстались. Так, пока новенькие не пришли, надо с одной сестрой помутить, потом с другой. И пошли, собственно говоря, по стопам Рустама и Руслана. Я сейчас хочу поговорить с Геном. Теперь я хочу, Ксения, тебе переубедить этим и многих людей, которые находятся здесь, на этом проекте. Потому что я пришел сюда, мне понравилась девушка с экрана. Я с ней пообщался, пришел сюда, добился своего, я с ней пообщался. И я увидел, что она счастливая, и туда не стоит лезть. Это мы поняли. И дальше называется, знаете, за немением Гербовой пишем на простой. Это не так, я увидел в этой девушке общее, общее нас соединяет. И она страстная девушка, симпатичная, красивая. То, что и ты, и она никому здесь не нужна, видимо. Ксюш, давай твое мнение, не выдавайте за общее, сделай одолжение, спасибо. И дело в том, что я говорил, что я пришел сюда не просиживать штаны, зря. И я пытаюсь доказать это, доказать это, не только словами, но и действиями. Дело в том, что эти цветы и конфеты, это действительно, я не забыл про тебя. И я не хотел бы просто, это сегодня днем было бы не так эффективно. А так как я эффективный. А это эффектность, да? Конечно. И я хочу, чтобы это все видели, окружающие здесь, что у меня действительно к тебе есть какое-то чувство. И она развивается со временем. Пожалуйста. Я тебя приглашаю на свидание. Мальчинка. Так, Сюша, а можно теперь тебе отменить? Ну, ты мне конфеты угостишь, я, может, изменю свое мнение. Ты сейчас угощай, чего это, потом. Давай, может, конфеты пофальшивые. Я тебе дам сказать, я просто вначале хочу спросить у Насти. Подождите, секундочку. Насть, а вот ты со мной, ты все-таки женщина бывалая в хорошем смысле этого слова. Ты не согласна, что девчонок, они-то не виноваты. Они замечательные девочки. Но что их, наши ребята, используют именно в качестве вот такого. Знаешь, я думаю, знаешь, как Ксюх? Я думаю, что девочки тоже сами не лыком шиты. Я думаю, что и мальчики их используют, и девочки их используют тоже. Поэтому тут взаимовыгодное сотрудничество. Что и они бывают такое, что им захотелось, они поменялись. А ребятам захотелось, они тоже поменялись. Они от этого кайфуют, и, по-моему, все довольны. Слушай, у тебя хороший хайфель. Конфеты вкусные. Так, Ксюх, теперь можно высказаться. Подожди, Димочка, секундочку. Что касается разменных монет, очень интересная фраза была. Только хочу напомнить, что от Рассела я первая ушла, а не он от меня. И то, что он сейчас бегает и кипятится, как ишакопассый молдавский баран, это все понятно. Потому что он мужик, и ему неприятно. Что касается моей сестры, я зашла от та же басни. Она ушла от Рустама только для того, потому что... Ей было... Она может сказать это сама. Я сама сказать. Я, по-моему, не скрывала свои симпатии к человеку, к которому я пришла. Мне не понравились его поведения во некоторых ситуациях. Я решила проучить хоть как-то ткнуть его носом. И ушла от него к Расселу. Он немножечко ревновал. Он видел сто раз, у нас была симпатия друг к другу. Я ушла к нему, но я через день... Ксюша, если вы помните, между прочим, он только уехал. Я на следующий день, когда он приехал, уже к нему вообще никаких эмоций не проявляла. Так тот, кого ушел. Я, да, ради иммунитета заселилась в доме, потому что у нас была цель выгнать Наташу. Вы вообще не понимаете. Мне тоже конфету, потому что я вот... Через Сережу передай, пожалуйста. Я не хочу оправдываться, потому что я знаю, что я права. Шоколад. Я могу гостить Рустама конфеты. Да можно всех угостить конфеты. Он не заслужил, но можно. Давайте угостим всех. Он знает почему. Сережа, Сережа, угости, пожалуйста, потому что я без шоколада не могу ответить на это. Я думаю, что в любом случае, я думаю, что ситуация сложилась таким образом. Она немножко смешная, но в любом случае девчонки виноваты отчасти сами, потому что вот эти вот рокировки... Руся, безусловно. Я только не считаю, что это вина. Это сделали мы, и называть нас разменными монетами не стоит. По той простой причине, что, прости меня, Русечка, но разменными монетами оказались вы с Расселом. А то, что Марина к тебе симпатия, к тебе симпатия, это реальные чувства. И у тебя к ней, я это вижу. А что касается Рассела, так я еще раз повторяю, он просто взбесился. И не надо мне говорить, что он бросил Марину. Бросила Марина его, потому что он заселялся с ней в домик и собирался спать с ней в первую, в вторую, в третью, в пятую ночи. И когда Марина сказала, что ее воротит от него, он, конечно, взбесился и начал орать, что единственная девушка, которую она здесь любит, это Наташа Кривозук. Да бог с ним уже, с Руслан. Ты скажи Марине, Марин, к тебе вопрос. Марин, ну, протеряй, я на себя вам все объяснила. Рустам, почему же вы не вместе? Ну, почему? Мы не вместе, отчасти, по моей инициативе. Ну, почему? Объясни мне. Ты же говоришь, что он тебе нравится. Он мне нравится. Симпатия к нему с самого начала. Ну, так почему мы не вместе? Ну, он не изменился. Те же вещи, которые он делал раньше, он и будет продолжать их делать. Я не могу с ней селиться. Что должен перестать делать Рустам, чтобы ты была с ним? Нет, он должен просто... Нет, подожди. Марина умеет сама разговаривать. Ну, Хаша, помолчи, пожалуйста. Дай сказать человеку, есть же все-таки жить или не жить с Рустамом. У меня отчасти ревность, да, я признаю. У меня чувство обиды, что Рустам проводит много времени с Аленой. Больше, чем должен был, на мой взгляд, проводить со мной. Я с тобой абсолютно согласна. А ты вообще считаешь, это вот нормальный такой треугольник? Миша, Рустам, Алена, какая-то сложная такая вот мишпуха. С другой стороны, я понимаю, какую ты часть мозга, что они знакомы намного больше, чем я. Да, они дружат, не дружат, больше, чем дружат, меньше, чем дружат. Это их отношения. Я пришла сюда намного позже. И как бы вмешиваться... Мне обидно, да, но вмешиваться и говорить, что Рустам, прекращай общаться с Аленой. Я ему никогда такого не говорила и не скажу. Это немного странно будет, по-моему, с моей стороны такое сказать. Они друг друга очень симпатичны, как друзья. Может, больше мне туда не знаю их отношений. Спасибо. Рустам, ты готов ограничить свое общение с Аленой ради Марины? Нет. Я не готов. Я не буду общаться с ней меньше. Я буду общаться с ней так, как считаю. То есть ты готов променять любовницу Марину на друга Алену? Какую любовницу? Слушай, о чем ты говоришь? А что, любовницу? Потенциальную любовницу. Хорошо. Рустам, в последний раз спрашиваю тебя, готов ли ты променять потенциальную любовницу Марину на реальную подругу Алену? Давай по Станиславу. Я... вопрос, понимаешь, Ксюша, вопрос ты мне сейчас... что ты хочешь от меня? Ты хочешь с конкретным ответом? Хочу узнать, готов ли ты поменять потенциальную любовницу Марину на реальную подругу Алену? Я не буду отвечать сейчас. Я не хочу. Почему? Не буду отвечать, потому что любой мой ответ, он не устроит... Алену, нет, мы ей не скажем. Я не хочу отвечать, потому что ответ мой, он не устроит меня самого лично сейчас. То есть ты, получается, сам не знаешь? Я знаю ответ. И я не хочу сейчас его... Я-то его тоже знаю. Конечно, Ален, для тебя важнее любой Марины, Розы и даже Романа Третьякова вместе взят. Есть еще вопрос. У меня есть... Ну ты ведь это тоже знаешь, что ты боишься об этом сказать. Роза, мы же с тобой это понимаем. И я это прекрасно знаю. И ты, и Миша, и даже Настя Дашко это понимает. Да, Алена важнее всех. Ну, а почему ты так боишься об этом сказать? Я не боюсь об этом говорить. Я не боюсь, просто... Молодец, выдавил. Давно пора. Алена для тебя важнее всех. И я думаю, что если бы Алена хотела быть с тобой в других отношениях, а не в дружеских, ты бы с радостью принял ее не только как друга. Просто пока она решила тебя ближе не подпускать. Ну, наверное, так, да. Все. Вот ты все знаешь прекрасно. Ну, а почему ты не можешь этого сказать? Что? В этом нет ничего стыдного, плохого. Руся, Марина тебе об этом говорила еще черти когда. И ты это сам знаешь. Ну, я могу сказать, что... Дело в том, что Марина вообще сама по себе великолепна, как девушка, как личность, как персона. Ни в коем случае это не должно наносить ей какой-то вот эмоциональный ущерб пресловутый. Потому что... Марина с Розой здесь у нас вместо пяти копеечек, поэтому они привыкли. О чем ты говоришь? О чем ты говоришь? Сейчас я хочу побли acute. О, Phys exercice, Ксюша, ты сказала вместо пяти копеечек. Роза, я понимаю, а вас можно говорить вечно. Нет, Ксюш, ты сказал, ответь вместо пяти копеечек. Хорошо, ну, кто, ну, кто у меня разменялся? Ну, скажи, пожалуйста. Ну, ты говоришь вместо пяти копеечек. Сейчас вот Гена планирует с тобой разменяться до голосования. О чем ты говоришь? Протощаться. Даже Наталья Кривозуб с мной, ты согласен со мной, Анташа? Ну, я ему не верю. О чем ты говоришь, Ксюш? Ну, я ему согласен. Ну, Степан такой мужчина, что он пока не поймет, что вообще к нему кто-то проявляет интерес. Он может на эту девушку даже не обратить внимания. Я больше чем уверена, что он уже это понял. Я вчера его прижала к холодильнику, он кричал о помощи, на помощь никто не пришел, он продолжал стоять. Он все понимает, он же не глупый. Ну, Наташ, ты просто очень сильно отличаешься от тех женщин, которые встречались со Степой. То есть Степа любит достаточно легко доступных, таких роковых, страстных, бойких женщин. Что Алена, что Бонни. Это девушки в хорошем смысле этого слова очень конкретные. Ты у нас такая, знаешь, прям холодная девочка-куколка такая, загадочная снежная королева. Ну, я отчасти с тобой согласна. Но, если я очень хочу, то я могу так же быть и горячей. Мы с тобой, помнишь, у нас был тест с тобой? Да. Со Степой быть ты очень хочешь или нет? Я так к нему не буду говорить, зачем же? Настя, как ты думаешь, вообще, нет, ну мы подруги, я поэтому и спрашиваю. Ты думаешь, у Наташи со Степой можешь тут сложиться? Ну, если она грамотно себя поведет, то, в принципе, да, сейчас... Грамотно это как? Ну, во-первых, она не должна метаться между Расселом и между Степой. Степа должен понимать прекрасно, что вот только он ей нравится. Она должна за ним ухаживать. Он сейчас одинок, он очень любит, когда за ним ухаживают, когда ему помогают, когда ему готовят, несмотря на то, что там, да, он любит страстность, но еще и это он ценит. Кстати, завтра у Степана день рождения, можно припадить рождение. Да, завтра можно очень хорошенечко помочь, влиться в коллектив его друзей, понравиться им. То есть много чего можно сделать. Я думаю, что она девочка не глупая, а она может. Ой, рассказывай мне. Спасибо вам за совет. Ну, кстати, Настенька, у тебя-то рыльца тоже в Польшу школу. Садичца, ты хорошая такая. Куда-то ты сегодня ушла с Сергеем Павловичем гулять, а? А пусть Сергея Павловича расскажет. Сергея Павловича. Цель очевидна... Совратить? Ну, меня не так просто совратить, на самом-то деле. Я его очень хорошо понимаю по-человечески. Да и вы, Ксения Анатольевна, конечно же, тоже. То есть уехал мил человек. Чего время позреть? Два лапти по карте, далеко он находится. И что же делать? Физиологическая фрустрация общества нужна ей мужское. Вот. Опять же, то есть захотелось ей побыть. Так я и поддержал просто добрый человек. Я просто поддержал. Ну, в данном начинании. Дело в том, что, смотрите, здесь же вопрос какой. Было или не было, правильно? Камер нет. А девушка, как бы, ну вот в этой фрустрации нахуй. Не, ну я думаю, что не было. Настя с первого свидания, это я еще по тем временам помню, была готова отдаться только Роману Третьякову. Поэтому, знаете ли, свидания нет. Дело в том, что когда женщина оказывается в мужском обществе наедине, то даже если ничего и не было, то ведь найдется злой язык, который скажет, что было. Ну не мой, как вы видите, Сергей Павлович. Как? И что делает вам большая часть? Сергей Павлович, чтобы так говорили об этом, мы уже сказали, что... Сергей Павлович, ну ты реально рассчитываешь до приезда Сэмика успеть Настюнку нашу, так сказать, с правильного пути свести на кривую дорожку, ведущую к пиру Платона? Неизвестно еще, может быть, может, она на кривой дорожке-то по сей день не находилась, может быть, я на путь-то наставлю. Настенька, по-моему, самое время прояснить ситуацию с физиологической фрустрацией, потому что мы в России. Никаких мыслей и речи быть не может о какой-то физиологии, это исключено, только если за ручку подержаться, это очень редко. Все с этого и начинается, Настя. Подержаться за ручку, да. Ну, не знаю, я, можно сказать, значит, и с тобой, Ксения, тоже мы, значит, с чего-то у нас начинал. Сразу за ручку я тебя держала. Ну, а в таком случае, куда же вы собрались все-таки не со мной, а с Сергеем Павловичем после Лобного? А позагорать перед день рождением Степана. Я девочка корыстная, я понимаю, что одну меня не отпустят, и Сергеем Павловичем не отпустят. А почему с Сергеем Павловичем тебе надо загорать? А потому что это институт? Что он забудет притягивать, что ли? Нет, а просто я понимаю, что если я попрошусь с Наташей, мне скажут нет, а если я попрошусь с Сергеем Павловичем, то меня отпустят. Да, чтобы обсудить. Вот и все. А, вот они, меркантильные и коварные женщины. Ну что ж, мы действительно с Наташей бы тебя не отпустили, а вот с Сергеем Павловичем, да еще позагорать, только пожалуйста. Увидимся с вами сразу после рекламы. Ну что, Павлович, собираемся? Все нормально, я сегодня наломным сказал, Собчак стал меня допиливать просто, пришлось признаться, что мне не нужна марина, апельсины, мне нужна только, прости, только вода на его. Неужели очередной лизоблюд Калганова ужас? Да, конечно. Точно, кому лизать будет. Тори и Дима лучшие. Единственная пара на проекте, на которую приятно смотреть. Думку могут выгнать, ведущие. Понимаешь, дело в том, что свадьба, когда там 27 сентября. Конечно. Только между днеением. Да, прекращаю. Хочу, чтобы они расстраивались, но у меня такое ощущение, что, к сожалению, ведущие, они у нас такие люди, знаешь, их сильно не накормишь сроками. Они делают свои выводы. Поэтому, к сожалению, Димка, он немножко, он такой в себе. Не общается, опять же. Подошел сегодня за весь день, поздоровался и все. Это плохо. А бегать за мной, пусть бегает за мной. Ну, так, условно говоря. Если он не считает нужным общаться, значит, со мной, там, с тобой, или... Ну, какое-то странное у них общение. Он ходит за ней, она за ним. Можно устать от этого очень быстро. Ну, у меня было такое. Кажется, что если оставишь свою половинку хотя бы на минуту, то ее кто-то украдет. Ага. Что-то случится, Павелич. Такое бывало. Дистанция, дистанция. Люди делают ошибку. Они пытаются сократить дистанцию. Тори, она как агония. Она пожирает все, что рядом с ней. И она даже не представляет, что Дима может быть где-то в периметре не рядом с ней. Поэтому его никогда нет в мужской спальне. Потому что там нет Тори. Он в мужской спальне и в тот момент, когда рядом с ним она. То есть она даже чисто физиологически, физически пытается эту дистанцию преодолеть между ними. А она должна быть, эта дистанция. Если не здесь, между двумя людьми, то здесь в голове обязательно. Потому что людей держит вместе долгие годы, только дистанция. Торичка. Привет, любимый. Я сейчас пойду оденусь, приду к тебе. Давай. Холодно. А у тебя что, вообще никаких чувств к Марине нет? Не знаю. Я Аленку люблю. Аленку? Конкретно? Всегда любил. А она же с этим ходит сейчас, Миша. Только что и ходит. То есть ты хочешь сказать, там ничего более, чем сезли на тусовку и ходят? Не было? У меня вообще все равно. Все равно. Тебе именно этот человек нравится? Понятно. Внутренний его мир, внешний его мир? Весь. И внутренний. Ну так вперед, почему она не рядом с тобой, а рядом с ним? Я умею ждать. Я напрягать ее не буду, не хочу. А она что испытывает к тебе? Это ответная? Ну, думаю, что она меня любит. Ты самонадеянный такой. Я? Ну. Ну, что делать? Ну, это хорошо, как-то что делать? Так держать. Только так я тебе могу так сказать. Верик. Слушай, я не знаю, что делать. Как не знаю? Потому что Руся сказал, что Роза будет завтра заселяться с этим. С Кошей, помнишь, что она сказала? Я начала переживать. Я не знаю, кто будет за их заселение. Думаю, все сразу поддерживают их заселение. Нет, ну, если поддерживают, то классно. Все они там будут счастливы с Розой. Но мы-то должны их поддерживать, чтобы они нас поддерживают. Нет, я не буду их поддерживать. Тогда они нас не поддерживают. Слушай, почему ты так не думаешь об этом? Вот я тебе говорю, ты когда со мной, зачем ты думаешь о всяких проблемах и заботах? Мне это не нравится тебе. Ты почему не уверена за меня? А думаешь, все время пытаешься подумать за меня. Это какой-то бред вообще, понимаешь? Я за себя думаю, я размышляю. Так, а ты за себя думай о том, какая ты классная и как вот это самое. Все время приходить такой клевый, понимаешь? И все. И больше тебе думать ничем не надо. Только о том, чтобы быть клевой и самой-самой клевой. Понимаешь, должны быть твои женские мысли. Самой быть офигенной девочкой на свете. Вот и все, что тебя должно беспокоить в этом мире. Как у тебя дела? Ты заболела, Нин? Нет, почему? Нормально? А голос у тебя простуженный? Нет, Рус, нормально. Нормально? Ты простуженный. А у тебя там как дела? У меня нормально. Я сегодня на лобном сказал. Собчак стал меня допиливать просто. Пришлось признаться, что мне не нужна Марина, апельсины. Мне нужна только... Прости. Только Водонаева. Да, пришлось сказать. А то все так вокруг да около ходим. А с ней ты этот вопрос не отсутствовал. Ну, как тебе сказать, не мой. Мы вот... У нас как-то... У нее там то ангел какой-нибудь появляется в ее жизни залетный. Да. Ну, да. То еще какая-нибудь охренительная хрень. Поэтому я... Ты знаешь, я подожду. Я подожду. Я немножко. Мне кажется, еще осталось немножко меня ждать. В частности, у этого ангела осталось подождать. Совсем чуть-чуть уже буквально до мужского. Я поеду в кино. Поцелуй меня тогда. Удачи, дорогие! Возвращайтесь не скоро. Воспетит билеты в последний ряд. Иду. В кино не дают сходить. Мы не загорать! Мы не загорать! Чего? Ничего. Сексом, что ли, заниматься? Тоже нет. Ой. Вот. Она зависть людская. Может, вы бы железли, посмотри на нее. Хорошо. Уйдет Сергей Павлович, хочешь сказать? Сергей Павлович. Что, ты не знаешь, что ли? Просто там опять началась эта болезнь. Эта вот перестановка, этих вот фишек. Пускай думает эту тему сам. Что ты на туре? Не переживай об этом. Я переживаю? Да не переживай. Не переживай. Не переживай. Вот я тебе говорю, ты за меня не переживай. Чего ты? Я нормальный, у меня две ноги, две руки. Ты такой, знаешь, ты как мама. Ты хочешь за меня переживать. Я не как мама. Ну, малышка, ну ты чего? Не надо меня переживать. Так все классно. Если ты хочешь здесь, чтобы я был, я здесь буду. Я же тебе сказал. Тебе надо чего? А как ты здесь будешь, если будут против тебя голосовать? Малыш, против меня будут голосовать только тот человек, кто меня здесь не любит. Вот ты посмотришь на голосование. Кто меня здесь любит, а кто меня здесь не любит. Я тебе говорю, тебе ни о чем не стоит переживать. Увлеченная Мишей, Алена совсем перестала уделять внимание Рустаму. Он вряд ли смирится с ролью второго плана. Как Рустам будет отвоевывать свое место рядом с Аленой, мы узнаем только завтра на телеканале ТНТ. И это был телепроект Дом-2. Построить свою любовь.